И так, здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман, это канал Акомарачи и сегодня мы с вами поиграем в русскую рыбалку 1.6. Сразу же хочу сказать, что это оффлайн запись и естественно все записи будут записаны заранее по этой игре и естественно в комментариях вы можете только написать свое мнение о том, что вы думаете, но в следующих видео оно участвовать не будет. Итак, продолжаем. Наша ностальгическая рыбалка 1.6, я знаю, что сначала была версия 1.0, но она была очень багованная, потом была 1.2 и в итоге 1.6 это наша ностальгия, именно та рыбалка, ну по крайней мере с которой я начинал, самое начало моего пути. Итак, чтобы долго не разглагольствовать, я помню один тут прикольчик, мы сразу же пойдем с вами ловить рыбу красноперку, для этого нам надо прикупиться, прикупиться, денег у нас достаточно для начального закупа, личиночка караеда, она по-моему тут бесконечная, если я не ошибаюсь, ну конечно могу ошибаться. Все, на одну удочку мы закупились, нам больше с вами и не нужно будет, сейчас я вам покажу почему. Так, идем сюда, собираем наше удилище и естественно, как говорится, свистать всех наверх, будем прорываться с боем и ловить нашу рыбу. Сколько тут вообще штучек? Ага, 10 штук, значит все-таки, значит в 1.0 было бесконечное количество, видите, уже не помню. Достаем, это у нас доночка и закидываем сюда. Все, теперь нам надо непосредственно ждать, что у нас тут клюнет и уже будем вытаскивать. Почему именно здесь? Потому что тут клюет у нас красная перка и она клюет чаще всего зачетная. Еще нам надо было купить денег, ой, купить денег, вот это я уже заговариваюсь, купить еды, потому что тут надо есть. Но, 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 но. Так, наверное, добавлю чуть-чуть звука. Что-то, я когда тестировал, поклевочка была прям сразу у меня. И вообще, как бы, по-моему, в этой игре первая рыба всегда зачетная. Или это уже с другого идет, как это говорится, с другого, с других версий. А с этой нет. Но, по крайней мере, красная перка здесь должна клевать постоянно. Ну, видите, что-то как-то, как-то не хотит. Окей. Давайте сюда. Так, надеюсь, вам звук сильно не мешает. Странно. Я, о, 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 наконец-таки. Тут даже не надо подсекать на донке. Естественно, она сама подсекается. Пробел нам не нужен. 331 грамм. А зачет, по-моему, с 500 у нас начинается. Будем закидывать сюда. Ямы я не знаю. Какие, где здесь ямы. Во. Это тоже у нас незачетная. Так, вот. Ну, надо в ямки кидать. Я знаю, если кидаешь в ямки, то будет зачет. Но надо найти холод. Вот. В принципе, поймать парочку зачетных экземпляров. И уже можно, то есть, купить еще одну удочку. Будет две. Но пока не фартит. Не фартит. Только две таких поймали. Все-таки эта рыбалка крутая. Крутая рыбалка. Это ностальгия. Ностальгия по тем временам, когда у меня был очень слабый комп. И он не тянул даже такую игру. Я вам даже скажу больше. Он 1.2 версию не тянул. Она у меня лагала. Она у меня подвисала. Что там только не было. И в итоге. Надо было ехать к другану. Через весь поселок. У него был комп помощнее. У него все там, короче, ловилось и четко. И я играл у него. И мы у него сидели, часами рубились в 1.2 версию рыбалки. А потом, помню, друган 1.6 нам притащил. И тогда уже мы начали в 1.6 рубиться. А в 1.2, я помню, мы с ним копили на этот. На каких-то там мальках деньги. А потом мы все-таки поехали на какой-то этот пруд. И сломали удочку там себе, которую мы копили. Вместе с путевкой. Со всем там накопили. Еле-еле нашкрыбли денег. И в итоге мы тогда расстроились. И вообще перестали в нее играть. О, вот это уже зачет. Вот это зачет. Я же говорю, надо в ямки кидать. Надо кидать в ямки. И в этой игре еще вот прикол то, что ты вот так вот отпускаешь рыбу. Припускаешь ее, ждешь. И можно так вот припустить нормально. А потом сразу до самого берега притянуть. То есть, здесь такая вот система. Чем больше ты как бы отпускаешь, тем ты можешь притянуть. Быстрее. Опа, опа. Оу, ребята. Вот это эпик фейл, походу. Нету подсачника. И мы с вами не можем ее забрать. Да ну нафиг. Серьезно. Оуу. Это, конечно, очень обидно. Эта рыба нам бы сейчас принесла очень хорошую прибыль в начале. Дала бы нам старт. Но нам нечего делать. Нам придется идти смотреть на подсачник. Так, а как его, где мы его берем? Давайте попробуем оценить рыбу. Естественно, нам ничего не дали. Хотите продать всю рыбу? Можно еще, по-моему, по объявлениям. Online Journal нет. Где тут? Нет. Рыболовные клубы. Ладно, продать всю рыбу по нулям. Понятно. Так. А где же у нас реально этот подсачник? Подсак. Эхолод. А, вот подсачник. 15 долларов. Вот если бы я не затупил. Кстати, а сколько стоит эхолод? Коптильная лопата. Подсачник. Эхолод. Это мы можем купить, когда мы наловим красноперки. На красноперки мы с вами накопим денег. Мы можем это с вами купить. Сейчас, кстати, будут клевать зачетные экземпляры. Будут клевать крутые рыбехи. Ночью, по крайней мере, всегда так. Давайте будем тестировать. Эхолод надо купить даже самый простой. Потому что он хотя бы будет показывать, где ямы. Если я не ошибаюсь. Ну, здесь, по крайней мере, это так. Он должен показывать хотя бы, где ямки. А потом уже непосредственно можно будет посмотреть, где можно закинуть снасть свою. Давай, 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 родной, давай. Все, ты у меня в кармане, Клякс. Все, вот это вот все. Ой, тут. А что это за фигня? А, ну это баги такие. Это баги. На Т нет. А что, он не закидывает? Странно, он же должен закидывать сам. Видели? Только кинул, уже клюет. Ох, вот это вообще красивый экземпляр. Очень хороший. Вот таких вот за ночь штуки 3-4, если выловить. Можно купить еще одну-две удочки. Единственное, тут долго, видите, вот это вот все тянуть. Это долго, правда. И это нудно. В других версиях это все побыстрее. А здесь это прям очень долго. И это немножечко напрягает. Но зато отличные деньги. Не, он на Т не хочет перезабрасывать. Ни на П, ни на Р, на Е. У вас нет эхолота. На В, на Кью. Ой. Ребята, сори. Я так увлекся, что что-то это, по кнопкам клацать, нечаянно запись отключил. Сорян бы. Но вы ничего не пропустили. Как бы, я просто искал, как можно перезабросить. И в итоге так и не нашел. Ну и пофиг, ладно. Не столь это печально. Не столь плохо. Поэтому сейчас мы с вами выловим вот эту вот рыбку. Еще посидим немножечко. Ночью с вами половим. Да, да. Даже нельзя этот, на пробел отключить. То есть, только вот вручную все кидаешь. Очень интересно. Надо будет в основной настройки зайти посмотреть. Потому что что-то не то. Это все. А может быть, в этой версии реально это не проработано. Потому что это одна из первых версий. Тут не думали о таком, чтобы перезаброс был или еще что-то. И самое интересное, что у нас еда уже подзаканчивается. Так. Ну, как бы жарить такую рыбу не хочется. Не хочется. Правда, не хочется. Потому что эта рыба, она очень неплохо нам сейчас даст денег. И мы сможем купить и хлеба, чтобы поесть. И может еще там что-нибудь. А вот именно в жарку ее пускать, это не целесообразно вообще. Хм. Хм. Что-то глубокое ночью поклевки прекратились. Странно. Хотя еще даже не глубокая ночь, только 12 часов. Но почему-то все. Рыба, как в диралаше, здесь рыбы нет. Значит, ночью надо пережидать. Либо я чего-то не знаю, либо я не помню, правда. Может быть, ночь реально надо пережидать. Давайте пойдем, не будем высиживать яйца здесь. Ой, не туда. Оценим рыбу. Рыба. Смотрите, сколько денег насыпало нам. Ту-ту-ту-ту-тунс. Вернуть. Вот. 821 доллар у нас. Мы теперь богаты, как гастроном. Гастроном закрыт. Офигеть. А что делать? Мне надо поесть. Ага, печалька. Ладно. Купим сейчас с вами еще две таких удочки. Купим, опять же, две лески. И еще наживки. Тадын, 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 тадын. И еще парочку катушечек. И все. И можно уже нам отправляться опять ловить рыбу. Нарядить свои снасти. Это что такое? Войти в шашлычную. О! Ренат какой-то тут заседает. Налить всем. Продать. Меню. О! Можно покушать. Один доллар. Не понял. А что я вообще что ли не поел? О! Во! Все. А я-то думаю. Давайте еще пиццу съедим. Во! Вообще замечательно. А бесплатно что ли? Я просто даже денег тут не вижу. Налить всем. Продать. Типа снасти можно толкнуть даже. Можно алкоголя выпить. Но мы этого делать не будем. Мы с вами примерные граждане. Поэтому не будем. Ну что ж, ребятки. Я думаю, надо заканчивать. На этом наша первая серия закончилась. Как бы потом дальше... А! Это описание всплывает. Ух ты! Ну, короче, по-моему, 40 уе. 100 уе. Это типа 100 тысяч что ли? Или... Цена за билет. Еще тут что-то есть. О! Вот еще есть локация. Ладно, ребята. Мы с вами будем копить на какую-нибудь путевку интересную. Купим прикольную снасть. И отправимся на поиски интересных каких-нибудь приключений. Может быть даже прикупим себе какую-нибудь тачиву. В принципе, я думаю, это будет несложно накопить. Можно запар купить. Можно купить за 12 тысяч. Такую тему. Ну, мы... Десятка, по-моему. Но мы, наверное, купим запар и не будем знать горя. Запар это четко. У него... Сердце в заднице. Поэтому все четко. На запаре мы уедем далеко. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте. И... Обязательно делитесь... Моими видео. Ну, как обязательно. Если захотите. С вами был Герман. Это канал Акамарачи. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.